Я рад приветствовать вас, дорогие друзья, на своем канале. В этом видео хотел вам показать, как можно быстро установить ванну в одного. Определенно использовать алгоритм выставления ножек. Можно, в принципе, одному выставить ванну в уровне. Для начала нужно выставить высоту ванны, то есть поднять примерно ножки с учета высоты экрана. После того, как вы определили высоту, где-то среднюю высоту ванны, плюс-минус уровень, дальше идет подгонка по уровню. Это самое сложное. Потому что в угловой ванной там еще есть две ножки, которые очень сложно дотянуться, докрутить. Поэтому часто приходится отодвигать. А когда ты отодвигаешь, уровень теряется. То есть ты не видишь. Например, если у тебя сейчас ориентир по плитке идет, то ты не увидишь, когда ты отодвинешь, насколько тебе надо ножку поднять. И получается, что ты отодвигаешь, подкручиваешь, придвигаешь, переборщил, опять отодвигаешь, опять подкручиваешь. Много движений делаешь. Я вот хочу вам показать, как это можно минимизировать, чтобы было проще, чтобы было легко самому одному сделать без помощи. Во-первых, определяемся по высоте. В данном случае у меня вот этот угол самый высокий. И в принципе по нему мы ровняли, он самый оптимальный по высоте. То есть у нас будет, если так стрельнуть, у меня сейчас пока плотно, но она не стоит. Вот. То есть вот таким образом у меня будет относительно шла высота. Вот. Видно, что она прыгает. Мало того, у ванны то вверх поднимется, то вниз. То есть вся как на шарнире. И тот угол опущенный. То есть получается этот угол самый задранный. Вот. Ну и соответственно вот эти ножки вообще болтаются. Это тоже приподнятые. То есть с чего начать. Вот эта ножка у нас зафиксирована. То есть она самая высокая. Вот. Крутим с другой противоположности ножку, тоже угловую. Выставляем ее на такую же высоту, как и здесь. Это самое первое, что мы должны сделать. Вот. Сейчас я по быстренькому это делаю. Выставляем каким образом? Вот эти две гайки ответственны за поднятие и за опускание. То есть если нам надо поднять, нам надо здесь чуть-чуть ослабить гайку. И нижнюю закручивать. И ванна будет подниматься. Соответственно, насколько нам надо поднять, мы гайкой видим. То есть чуть-чуть открутили. Вот примерно, например, насколько нам надо поднять. И закручиваем до тех пор, пока не упрямимся. Пакет пока не снимаем. Так, ну в принципе, высота почти совпадает. Плюс-минус миллиметр. Так, что мы делаем дальше? Мы выставили два угла. Два угла у нас одинаковые уровни. Здесь у нас прыгает она. Что мы дальше делаем? Дальше мы выставляем вот эти две ножки. Начинаем с одной ножки. Как мы ее выставляем? Мы подкручиваем здесь ножку и смотрим на щель, какая должна быть. То есть, например, вот такая. Фиксируем одной рукой. Вот так фиксируем. И здесь выкручиваем ножку. Выкручиваем ножку до тех пор, пока она не упрется в плитку. То есть у меня в данный момент получается таким образом. Вот я фиксирую. Фиксирую. Вот. И пока ключиком не подтягиваем, потому что, может быть, еще будем корректировать. Но притянули гаечки, чтобы ножка была мертвой, чтобы она не болталась. Вот. Смотрим, что у нас получается. При надавливании у нас получается щель. Эта щель немного немного высоковато получилась. Та стеночка. То есть я здесь переборщил. Значит, если я переборщил, надо вверх чуть-чуть открутить и просадить ножку. А здесь закрутить. А, нет. Наоборот. Здесь надо закрутить. А здесь открутить. То есть нужно ножку меньше сделать. А, нет. То есть у нас в той части мы высоковато забрали. Высоковато. Нужно сделать чуть-чуть ниже. Правильно? Если чуть-чуть ниже, значит, получается, здесь нужно ножку блинше сделать. Длиннее ножку мы делаем каким образом? Здесь чуть-чуть откручиваем. А здесь закручиваем. Вот. Смотрим. Надавливаем на ножку. что получается. Получается чуть-чуть все равно задрано. Еще разок делаем. Освобождаю чуть-чуть. А здесь подкручиваю. Теперь ключом. Ключом. Так. Вот. Все. Закрутил. Получается. Надавливаю. Смотрю зазор. Зазор одинаковый. Здесь тоже. Вот. Что мы делаем дальше. Это у нас ножка стоит, как должна быть. То есть, эту мы подгоняем по факту. У нас стоит на той ножке, на этой ножке, на этой ножке. Надавливаем на этот участок и выкручиваем ножку, как надо. Ну, она практически у нас стоит. Чуть-чуть. Сейчас закручу вот эту верхнюю гайку. Так. И зафиксирую снизу. Вот. Все. Все. Я надавливаю. У меня вот эти все четыре ножки все стоят. И относительно плитки все ровненько. Все. Теперь что нам остается? Прокручиваем основательно, ключиком вот эти ножки, чтобы они нечаянно, гайки не сорвались, не сдвинулись, с уровня не ушли. После того, как мы их всех прокручиваем, у нас там задние две ножки остаются. Мы отодвигаем ванну, надавливаем сюда. Ну, то есть, в данном случае, получается, мы оттуда, с той стороны приподнимаем, чтобы у нас здесь ножки встали. И те ножки выгоняем до упора. Две ножки. Ну, сначала одну выкручиваем. Смотрим, чтобы ванна не ходила. До тех пор выкручиваем ее. То есть, как она перестает у нас ходить, значит, ножки враспор встали. Выкручиваем вторую ножку и фиксируем их дополнительной гайкой, контргайкой. И все. Потом пододвигаем, и у нас вот такая картина остается. То есть, у нас все остается, как мы здесь ножки все закрутили, сзади мы просто их дорасперли, чтобы не проседала задняя стенка ванны. Вот. Таким образом, можно вот изставлять. То есть, еще раз повторю, сначала мы находим высокую точку, то есть, выставляем углы. После выставления углов выставляем две передние ножки с учета зазора. Зазора, или если у вас нет ориентира по плитке, вы можете меточку уровня перенести. То есть, например, здесь соприкоснулась ванна, здесь меточку поставить маркером, здесь, здесь, например. И смотреть, пока у вас не коснется этой меточки. Как только коснулась этой меточки, вы распираете ножку. Распирайте, пока не уперлась в плитку. Расперли эту ножку, расперли эту ножку. У вас все четыре ножки выставлены по уровню. У вас остаются две задние ножки, отодвигаете ванну и распираете их до тех пор, чтобы ванна не ходила вот таким образом, чтобы она была полностью распертая. И все. Потом контргайками закручиваете ножки, ванна готова. То есть высота ванны и ножки у вас выставлены. Все, что хотел сказать. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok